Такие люди, как Смили Фачи. Просто куколт или человек, который скрывается от реальности. У меня просто случай был, когда ДБК возглавил волков, а я тут начал предлагать кац, и я начал смотреть смайлы как альтернативную точку мнения. Но поймал себя за мысль, что я просто утешал себя, что, мол, не всё так плохо, точка, хоть я и оптимист. Спасибо большое, Витёк. Такие люди, как Смайл Фейс, кто они такие? Ну, как по мне, ну, понятно, что это никто им денег не даёт. То есть они нахер не нужны ни ФСБ, ни тем более каким-то людям из Кремля. И никто не... Ну, максимум, что может быть, это какой-нибудь... Что-то там перепадает, какая-нибудь копейка, когда выделяется какая-то сумма денег для блогеров. И вот надо её освоить. Но я сомневаюсь, что ему что-то с этого стола перепадает. То есть, скорее всего, он просто... Ну, как сказать... Человек, который имеет такие странные убеждения. То есть... Может быть, когда-то он был ярым навальнистым, например. А потом, не знаю, его там в штабе ФБК кто-то за жопу тронул. И очень сильно он расстроился за это. То есть, всякое может быть. Не знаю. Я бы не стал бы выделять какую-то отдельную категорию таких людей, как Смайл Фейс. Потому что там градаций может быть великое множество. От мазохистов и садистов и заканчивая просто дураками, полезными идиотами. То есть, там всякое может быть. Может вообще просто такой код, который скрывается от реальности. Действительно. Опять же, понимаете, слишком большой акцент на людях из оппозиции, он тоже неправильный. Потому что это простые люди, которые... Может быть, даже то, что они ушли в прошлое, это даже плюс для будущего России. Потому что их характер был недостаточно крепким, недостаточно добродетельным, чтобы они могли возглавить какие-то будущие перемены в России. Можно это и так воспринимать. То есть, по-разному можно ставить вопрос. Смайл Фейс репостит канала Соловьева и Симоньян регулярно. Мне кажется, он вполне может небольшую сумму за это получать. Да, ну, бросьте бы. Да, ну, бросьте бы. Он это может делать вполне искренне. Или получать, я не знаю, ну, говорю, осваивают какую-то там сумму. Что-то там, может быть, ему перепало. Но это не через ФСБ там делается. Не через эти какие-то там официальные лица. Это может быть... Ну, вот у Малафеева, к примеру, может быть какая-то сумма. Ему надо ее освоить. Он в свое время, насколько я помню, покупал каналы ВКонтакте. И многие каналы были им куплены. Там, может, за небольшую сумму причем. То есть, жить на это постоянно регулярно вряд ли возможно. То есть, кого-то поддерживают, какие-то движения, какие-то там настроения, какие-то там бурления говну. То есть, это все может... Может, могут туда деньги уходить, могут туда деньги кидать. Но это не на постоянке. И здесь ничего серьезного нет. То есть, там не серьезные деньги.